Привет всем, меня зовут Саша Барычев, я представляю студию интернет-решений Элайтс, и в своем мастер-классе я хочу вам рассказать про то, как мы боремся со зловредами с заражением сайтов. Начну я с того, что каждый сайт, в принципе, подвержен угрозе заражения. Чем обычно заражают сайты? Ну, прежде всего, это вирусы, ими заражают для того, чтобы заразить в дальнейшем устройства пользователей, их компьютеры, планшеты, смартфоны. Трояны, ими заражают сайты для того, чтобы управлять, рассылать спам, устраивать ДОС-атаки, в том числе и устраивать размещение ссылок с ссылочных бирж или каталог ссылок. Ну, или устраивать перенаправление пользователей на сторонние сайты, например, чтобы те же там же цепляли другие вирусы. Какие типы файлов подвержены угрозам? Прежде всего, это, конечно, наш любимый PHP. Это скрипты, которые интерпретируются серверным PHP. В нем могут как раз скрываться трояны, а в троянах бэкдоры, веб-шеллы, располагаться коды ссылочных бирж. Ну, JavaScript – это тоже потенциально опасное расширение файлов, потому что в нем как раз, в него интегрируются вирусы, которые атакуют непосредственно JavaScript-движки самих броузеров, и заражают уже конечных пользователей. В файлах htaccess, так называемых файлах дополнительной конфигурации веб-серверов, могут находиться директивы переадресаций, например, по тому же юзер-агенту. В файлах html я самолично наблюдал огроменный ссылочный каталог просто с тысячами ссылок на совершенно другие какие-то левые сайты, загруженные хакерами для, видимо, поднятия ссылочной массы. Какие бывают варианты заражения? Ну, самый распространенный вариант заражения – это угон логина и пароля из клиентов FTP-SSH. Сам лично пару раз с этим сталкивался. Второй популярности – это межсайтовый скриптинг, так называемый XSS. Через него как раз чаще всего и уводят cookies администраторов к панели управления сайтами, и тем самым получают доступ к сайту через панель управления. SQL-инъекция – это внедрение произвольного SQL-кода в случае, если не проходят проверки тех данных, которые вставляются. Кстати, готовый пример SQL-инъекции очень широко разошелся в виде, так называемого, демотиватора картинки. Я хочу ее даже показать отдельно. Машина, где вместо номерного знака идет SQL-команда DropDatabase. И еще тоже не менее распространенный способ атаки на сайт – это Local File Inclusions. Это использование локальных файлов, удаленных в своих целях. Что это и как, я сейчас постараюсь рассказать подробнее, и это очень интересно. Пример проникновения Трояна. Предположим, на одном у нас таком вот всяком красивом сайте, ну на какой-нибудь там популярной CMS-очке распространенной, есть форма загрузки файлов, которая всем хороша, но не проверяет тип загруженного файла. И с помощью нее мы хотели загрузить аватарку, да, аватар JPEG в директорию, куда заливаются все аватарки пользователей. Ну, правда, мы засунули туда не JPEG, а с кодом вот такого простого веб-шелла. Это очень простой веб-шелл, который просто выполняет все, что передано было в параметре E. Мы знаем, что сайт имеет в скрипте темплейт PHP, LFI и уязвимость, который представляет собой такой код. Я, кстати, расскажу вообще, что хакеры, на самом деле, они только днем и ночью спят и видят, как бы найти им в каком-нибудь популярной системе управления сайтом новую уязвимость, примерно как раз такого уровня. Они специально перешерстяют все исходные коды в поисках вот такого, что мы видим сейчас на экране. А сейчас я просто покажу, что здесь представлено. Здесь идет маленький фрагмент PHP-кода, который, первое, идет примитивная проверка, которая часто легко обходится. Ну, я и не стал указывать, как, потому что в разных комбинациях это могут быть по-разному. Но хакеры ее чаще всего достаточно сложно обходят. Потом идет проверка на существование файла. Если такой файл существует, то происходит самое интересное. Этот файл инкладится. А инкладится – это значит, что происходит выполнение этого файла, который мы проинкладили. И что мы в итоге можем получить? А получить мы можем все достаточно очень интересно. Хакеру ничто не запрещает этим воспользоваться и ввести в адресной строке, вот запросив темплейт PHP, передав в качестве параметра наш аватар JPG, который мы загрузили раньше, и в качестве параметра E функцию PHP-info, которая выведет на экран информацию о версии PHP. Соответственно, никто не мешает заменить эту безопасную функцию на какой-нибудь другой зловред, и тем самым добиться от сервера, от взлома сервера, всего чего угодно. В своей практике я очень часто сталкивался с тем, что нужно вычищать уже зараженные сайты, причем они буквально понапиханы всякими веб-шеллами с учетом того, что их ломать мог не один хакер, а даже несколько. Ну и поэтому я расскажу, как в принципе лучше искать загруженные веб-шеллы, если у вас есть хоть какие-нибудь подозрения на то, что ваш сайт был заражен. Ну, первым делом это скачайте весь сайт к себе на локальный компьютер. Если есть антивирус, то в момент скачивания популярные веб-шеллы он просто отловит и заблокирует, он просто там прохрюкает, если это Касперский, или как-нибудь прозвенит, если это другой антивирус, и тем самым потом их можно просто взять и удалить. Единственное стоит учитывать, что веб-шеллы быстрее всего фусцированы. А фусцированы – это значит, что их не факт, что распознает антивирус. Поэтому, когда мы все файлы откопировали, стоит сделать поиск по всем файлам PHP по содержимому последовательно. Сначала мы делаем поиск на функции eval, потом на assert, потом на exec, потом на shell exec, потом на system и даже на b64d code. b64d code, в принципе, достаточно безопасная функция, но она очень часто используется при обфусцированных файлах. То есть, когда содержимое файла обфусцировано, его чаще всего декодирует как раз b64. Что же такое обфусцированный файл? Вообще, что такое обфускация? Обфускация кода – это процесс запутывания, который приводит к тому, что исходный код самой программы понять совершенно невозможно. Как он работает, что, его приходится делать диабфускацию, чтобы понять алгоритмы его работы. Я могу даже показать пример обфусцированного кода. Посмотрите сами. Здесь совершенно невозможно понять, что делает эта программа. А программа быстрее всего из себя представляет какой-нибудь классический веб-шелл. В своей борьбе со зловредами, особенно с фусцированными, мы используем сервал. Потому что уникально фусцированный код веб-шелла не отловит ни один антивирус. И самое правильное решение – это следить за изменением файлов на сайте. И сервал отлично в этом поможет. Так что же такое сервал? Проект сервал был разработан нами для внутренних нужд еще три года назад. Но с мая 2016 года мы решили им поделиться со всеми. Мы его выложили в публичный доступ на специальный сайт. И каждый абсолютно бесплатно может его скачать, установить и начать использовать. Что же такое сервал? Сервал – это система мониторинга целостности файлов, и разделена она на две части. Первая часть – это удобная CRM-ка с практичным и функциональным интерфейсом, где можно управлять проектами, которые мы хотим отслеживать. Вторая часть – это PHP-файл сканера, который размещается на хостинг каждого проекта и передающий в основную CRM-ку информацию о файловой структуре через заданный интервал времени. Причем вся информация, которая передается между CRM-кой и файлом сканера, она закодирована по уникальному ключу, поэтому для каждого проекта нужен свой уникальный файл. Что делает этот файл? Он просто берет и собирает всю структуру, все файлы, все директории в тот момент, когда была подана на эту команду, и возвращает все это в систему управления. Система управления берет и сравнивает с предыдущим эталоном, и если выявляются какие-нибудь изменения, то система об этом предупреждает. Установить сервал достаточно просто, ничего не сложнее и установки обычной CMS-ки, достаточно просто с сайта скачать архив, распаковать его, загрузить файлы в корневую директорию на сервер, заполнить форму, предварительно подготовив базу данных, и если все правильно, то система установится и можно приступать к использованию. Использовать сервал тоже ничего сложного. Создайте новый проект, получите файл PHP-сканера, загрузите его на хостинг, выполните тестирование для проверки, все ли нормально. Если все нормально, то просто ждите, уже через 10 минут соберется первая файловая структура, с которой потом будет производиться сравнение. Если какие-нибудь несовпадения выявятся, какие-нибудь изменения, там файл добавился, изменился, удалился, то система пришлет имейл об этом, и зайдя в сервер, можно будет увидеть все изменения. Причем файлы, которые мониторить, можно настраивать по типам файлов, делать исключения, директории исключать, типы файлов исключать. В общем, все, что душе угодно. Я хочу еще рассказать, как нам, в принципе, помогает сервал. На одном из кейсов 5 мая 2016 года в районе 5-6 часов утра на одном из наших сайтов было зафиксировано добавление 20 файлов и изменение 24. Вот здесь я примерно основные показал файлы, это добавился xml.php, в директории имейджерс добавился файл inc.php. Даже неопытному взгляду достаточно понять, что ничего хорошего в этих файлах не было. Не может быть в директории имейджерс файл с расширением PHP. Естественно, как только стали смотреть и разбираться, это все оказались веб-шеллы, которые были специально подготовлены для рассылки спама. То есть еще чуть-чуть и через этот сайт стали бы рассылать спам, пришла бы абуза от провайдера, пришлось бы нам отключить его и, в общем, ничего хорошего. Но уже в 9 утра, как только наш программист пришел и все это увидел, он сразу же взял и удалил добавленные файлы и смотрел измененные, удалил оттуда модифицированный код. Ну и напоследок я скажу, сервал скачать очень просто, использовать его тоже несложно. Есть специальный сайт, мы открыли по поддержке, выкладываем туда постоянно новые версии. И это www.serval.site, пожалуйста, заходите, скачивайте, пользуйтесь абсолютно бесплатно, лишь бы поменьше вирусов, поменьше заражений. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова